Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна. Эта поговорка явно не о самарцах. С наступлением осенне-зимнего сезона вновь набирает популярность заграничные туры. Еще месяц назад в тройку безоговорочных лидеров входила Турция. Но сезон завершился, и в столице региона начали появляться новые направления и прямые рейсы из Самары. Чаще всего жители нашего города летают в Эмираты и в Египет. Также у нас новинка, все очень рады поставили, Таиланд. Причем не только одно направление, это и Паттайя, и Пхукет. И мы будем летать каждые 11-12 дней туда. Причем если некоторое время назад с открытием прямых рейсов из Самары ценник на Таиланд был явно завышен и начинался от 200 и даже 250 тысяч на двоих, сейчас улететь на Пхукет можно значительно дешевле – от 150 до 170 тысяч. Чуть дороже обойдется туристам Дубай. По системе все включено – от 200 тысяч рублей. Дешевле всего Египет – от 100 тысяч рублей на двоих за 11 дней. Для любителей экзотики открыты направления в Шри-Ланку, Мексику, на Кубы и Мальдивы. Правда, лететь туда придется через Москву. А сейчас набирает обороты Китай. То есть у нас сейчас скоро будет безвизовый режим, но до сих пор, пока мы еще делаем визу, виза оформляется там 5 дней рабочих через Москву. Китай – это Шанхай, ну как если городской отдых, есть остров Хайнань. То есть есть люди, кто выбирает пляжный отдых, тоже потрясающая страна. Для тех, кто хочет провести отпуск, не выезжая за пределы нашей страны, туроператоры также подготовили ряд интересных предложений. В тройку лидеров по продажам авиабилетов попали Санкт-Петербург, Сочи и бывший Кёнигсберг. От 60 тысяч на двоих. Калининград, да, тоже активно приобретают. Особенно новогодние праздники, там очень красиво, европейские улочки украшают под Новый год. Всем рекомендуем, прекрасное направление. Что касается Республики Дагестан, туры в которую были особенно популярны летом и осенью, туристы по-прежнему, несмотря на недавний инцидент в местном аэропорту, отправляются отдыхать в Махачкалу. Сейчас, по словам туроператоров, в республике все спокойно. Сейчас аэропорт уже открыт, люди также покупают билеты. И в принципе, страна безопасна, и можно туда летать. И как летнее направление, это прекрасное направление. Для желающих улететь в Европу также есть варианты. В Самаре можно оформить визы в Италию и Грецию. Естественно, это будет с пересадками из Москвы, через Стамбул, через Эмираты. Но можно попасть в любые страны мира. Впрочем, какое бы направление не было выбрано отдыхающими, самое главное – наличие хорошего настроения, уверены туроператоры. Тогда любой город или страна откроется взору туристов самой неожиданной, красивой и необычной стороны, а также подарит впечатлений на год вперед. Одним словом, надо лететь. Ольга Павлова, Константин Головин. События.